Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12. В студии Михаил Тишин. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. В песочнице у кремлевского диктатора готовятся новые планы захвата территорий. Токаев в восторге! А Карда создает героические биографии своим агентам, кого на этот раз назначили героем оппозиции. Режим забрал у народа выходные, но не сможет запретить гулять. Субботаж теперь по пятницам. Кремлевский бандит снова взялся за раздел территорий. Накануне Парада Победы Путин дал несколько интервью, в которых четко обозначил свои захватнические планы по отношению к странам бывшего СССР. В то время как все мировое сообщество потрясено его неадекватными и агрессивными заявлениями, президент Казахстана восхищен глубиной путинской мысли. На открытые претензии Путина к казахстанским территориям, которые он считает исконно русскими, Токаев ответил восторженным визитом в Москву и дал высокую оценку заявлениям неадекватного имперца. Статью, опубликованную от имени Владимира Путина 19 июня, обсуждают все издания страны. В мире же на такое очевидное извращение истории отреагировали с удивлением. В статье утверждается, что СССР при Сталине был самой миролюбивой и доброй страной в мире. Якобы он вовсе не сотрудничал с гитлеровской Германией, не разделил с ней Польшу и не напал на Финляндию. Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании с ним встречались и бумажки подписывали. Да, был подписан Пакт Молода-Риббентропа и секретные к нему приложения. Это правда. По версии Путина, во всем оказались виноваты западные страны – Англия, Франция и даже сама Польша. А мудрый Сталин просто перенес границы. Из этого Путин сделал вывод о необходимости ведущим мировым ядерным державам провести передел сфер влияния, как это случилось после Второй мировой войны, когда мир был поделен между социалистическим и западным блоками. Наши коллеги, господа Си Цзиньпин, Макрон, Трамп, Джонсон, поддержали выдвинутую российскую инициативу провести встречу лидеров пяти ядерных государств – постоянных членов Совета безопасности. Однако никто из мировых лидеров не ответил на предложение Путина. Это очередная нелепая попытка заставить Запад снять санкции, признать его право на агрессию, как это было с Грузией и Украиной. Неудивительно, что на парад Путина отказались ехать даже близкие друзья по СНГ – президент Азербайджана, премьер Армении и туркменский диктатор Бердемухамедов. Но Токаев отправился в Москву на фоне прямых угроз всем бывшим соседям по СССР, которых Путин также намерен подчинить. Об этом он сообщил в интервью, которое было показано по российскому телевидению 21 июня. В нем он прямо заявил, что все бывшие участники Советского Союза являются должниками русского народа. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого Союза. Но хотя бы тогда выходила с чем пришла и не тащила бы с тобой подарки от русского народа. При этом Путин имел в виду вовсе не Украину, о которой он рассказал отдельно. Мы приобрели Крым и потеряли практически Украину. Вот ссора такого масштаба, она того стоила? Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели народ, проживающий в Крыму, принял решение высоединиться с Россией. А это высшая степень проявления демократии. Хочу напомнить всем. Самые большие претензии у Путина именно Казахстану, о чем российские политики говорили не раз. На юге была бы тишина. И никаких республик в Средней Азии. Среднеазиатский федеральный округ. Главный город верный. Сегодня у него чужое название Алма-Ата. Мой родной город. Поэтому, когда мы называем наших соотечественников, допустим, в Казахстане диаспорой, тут живут на наших землях, которые временно отторнуты, а я считаю, что эти земли временно отторнуты, границы не вечны, и мы вернемся к границе государства, российского, причем это будет в ближайшее же время. Токаев даже не постеснялся похвалить статью Путина о мудрости и миролюбии сталинского режима. Выстроенная Путиным система работает по принципу искаженной идеологии. Например, российский патриарх на церемонии возложения цветов в связи с годовщиной начала войны сердечно поздравил всех с началом войны. Пусть Господь преклонит милость свою над Отечеством нашим, над народом нашим и нашими вооруженными силами со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю. Российское руководство уже серьезно считает войну праздником. Примером такой неадекватности стал и сам парад, который по российским каналам показали, сопроводив спецэффектами, будто это блокбастер для показа в кинотеатрах. Если посмотреть, как часто проводились парады победы после войны, становится очевидно, что режим использует победу как инструмент мягкого диктата своей власти. Понятно, зачем все это устраивает Путин. Еще зимой он затеял спектакль с внесением изменений в Конституцию, которые позволят снова избираться в президенты еще на 12 лет. Сфальсифицированное голосование планировали приурочить к 9 мая, чтобы провести его на новой волне милитаризации. Помешала эпидемия, и голосование перенесли на 1 июля. Путин надеется, что демонстрация военной силы собьет волну протестов и разогреет патриотические настроения. Для этого он и рассказывает сказки о подарках русского народа. Но зачем в этом шоу участвует Токаев? После прямых угроз аннексии территории Казахстана он выглядит не только клоуном, но и явным предателем. Традиции Аккорды по созданию искусственных борцов с режимом остаются неизменными. Но в условиях, когда ДВК ведет настоящую оппозиционную борьбу с режимом, приходится демонстрировать более правдоподобные версии оппозиции. Создавать так называемые эффективные проекты, за которыми пойдут люди. Альнур Ильяшев – один из наиболее подходящих кандидатов на роль пробирочной оппозиции. Режим вкладывался в него более трех лет. Завершающий штрих с отбыванием небольшого тюремного срока поставлен. Биография пригодна для позиционирования Ильяшева на Западе и внутри страны как борца и мученика. Альнур Ильяшев приговорен судом Алматы к ограничению свободы сроком на три года. Довольно суровое наказание как для дела без потерпевших. Обвинение строится на двух постах Ильяшева в соцсетях с критикой Нуратана и видеообращении, в котором призывает Назарбаева уйти в отставку. У нас обращение к гражданину Назарбаеву. Призываем вас уйти на заслуженный отдых. Хуже, чем есть, после вас уже не будет. Ильяшев хоть и называет себя гражданским активистом, но придерживается концепции действовать в так называемом правовом поле. Отсюда 36 заявок на проведение митингов и организация одного разрешенного, согласованного протеста. По большей части он привлекает к себе внимание в соцсетях, дает интервью, активно занят самопиаром. В его планы не входит объединение людей и сопротивление режиму на улицах. Мы все с вами прекрасно знаем, что, к сожалению, на такие действия нередко вас толкают и на желание обрести какие-то материальные блага, улучшить имущественное положение собственное, своих родных, близких, друзей. Ограничение свободы для Ильяшева – это спектакль, чтобы изображать противников власти и отвлекать внимание от реальных политических активистов. Ильяшев остался на свободе и без проблем сможет продолжить заниматься показным и осторожным оппонированием Нуратану. Еще он будет прикрываться ореолом мученика, пострадавшего от режима. Это должно снять с него подозрения в сотрудничестве с властью. Режим давно освоил этот прием, сформировав целый ряд подобных помощников Акарды по типу Касанова. В последнее время внимание к себе привлекает журналист Жанбалат Мамай, еще в прошлом году объявивший о создании Демократической партии Казахстана. Как работает эта схема было наглядно показано во время митингов 6 июня. Тогда полиция жестоко разогнала и задержала вышедших на улицу сторонников ДВК. Тем временем Мамай, под усиленной охраной полиции, давал интервью телеканалам власти. Полиция следила, чтобы реальные активисты не помешали ему записывать речь. Мамай, как и Ильяшев, в свое время также был осужден, получив по сфабрикованному делу условный срок с запретом заниматься журналисткой деятельностью. Но это не помешало ему продолжать работать, снимая документальные фильмы. Даже организовывать свою партию Мамай начал еще находясь на пробационном контроле, при этом спокойно путешествуя по всей стране. Власть не посчитала это нарушением режима пробации. Также гражданским активистом и журналистом себя называет и другой известный агент КНБ Ренат Кибраев, который был осужден за содержание притона и организацию притонов для занятия проституцией, но был досрочно освобожден, чтобы помогать преследовать активистов ДВК. Меня посещали через день сотрудники КНБ. Приходили они в сопровождении, или Ренат приходил в сопровождении сотрудников отдела по борьбе с экстремизмом, где он сам лично снимал меня на ролик, на видеообращение, где требовали с меня признательные показания. Также он пришел и требовали с меня, чтобы я рассказывала на камеру текст, который был приготовлен заранее для меня. Здесь были написаны вопрос журналиста и ответы Демилова Жазиры. Говоря об этом, то, что Ренат Кибраев туда приходит в сопровождении сотрудников отдела по борьбе с экстремизмом, я больше чем уверена, что он сотрудничает с ними. Другой известный провокатор Сирикжан Мамбеталин, который называл себя то экологом, то националистом, возглавлял партию Руханият. Недавно он отказался от гражданства Казахстана и поселился в Великобритании, что, однако, не мешает ему писать программы о будущем нашей страны и строить планы о ее переустройстве. Проблема в том, что правила игры диктует не общество, диктует не народ, а диктует как бы власть нынешняя. Вы хотите сказать администрацию президента? Я хочу сказать, что правила игры, они неравны для всех участников. На самом деле, президентские выборы – это не наши выборы. Мы готовились к парламентским выборам. Также он участвовал с Касановым в форуме «Жана Казахстан». Отношение властей к таким персонажам делает разницу очевидной. Одним позволяют критиковать власть, устраивать мелкие акции и оставаться на свободе. Реальных же активистов ДВК и Коще преследуют за социально-экономические требования, и они получают реальные тюремные сроки. За последние два года только по обвинению в принадлежности к ДВК по статье 405 Уголовного кодекса были приговорены к реальным тюремным срокам несколько десятков человек. Власти постоянно преследуют активистов, против которых не удается сфабриковать дела, как это сейчас происходит с активистом из Петропавловска Азаматом Байкеновым. Во-первых, я прошу общества поддержки, так как нам необходимо отстаивать свои права, нам необходимо бороться за свободу слова в этой стране. Если мы будем пускать это на самотек, то есть будем мириться с тем, что влогеров, журналистов преследуют, открывают на них различные статьи уголовные, то мы придем к тому, что скатимся до уровня Туркменистана, Северной Кореи. Примером жестокости к власти стало дело матерей. Оксана Шевчук, Гульзипа Джаукерова и Жезира Демеуова были отправлены в тюрьму за участие в мирных митингах, даже несмотря на наличие малолетних детей. Деятели наподобие Мамая, Ильяшева и других их коллег получают совсем другое отношение. Их громко судят, изображая жертвы режима, но наказывают лишь для видимости, позволяя не только служить власти, но и хорошо зарабатывать. Как и другие пробирочные оппозиционеры, Аккорды Ильяшев получил беспрецедентную поддержку НУРСМИ и целого ряда правозащитных организаций, что позволило широко освещать его процесс за рубежом. Никто из политических активистов ДВК и Коще Партиесы никогда не получал такую масштабную помощь. Мы ожидаем, что Аккорда вложит в Ильяшева гораздо больше средств, чем в Мамая. Именно для этого он сидел и работал на собственную биографию. У реальных оппонентов режима появится очередной Касанов, который будет дробить процесс и уводить людей с улиц в диалог с режимом на их стороне. Пока вы смотрите, в комментариях кипят обсуждения. Поделитесь своим мнением и вы. Также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Такой тяжелой и сложной ситуации, как сейчас, в стране не было с начала 90-х годов. Разгул преступности, бедность, бесправие и произвол властей давит на народ с огромной силой, тяжелее всего политическим активистам. Несмотря на груз проблем, они улыбаются, они шутят, они танцуют. Субботаж дарит нашим гражданам искренний и всеохватывающий позитив. Мы собираемся, чтобы преодолеть свои страхи и печали, выйти гулять с друзьями и единомышленниками. Гуляем в эту пятницу вновь. Правительство усилило карантинные меры в ряде городов и областей. Но при этом стоят огромные очереди в различные учреждения. Общественный транспорт перегружен людьми. Пляжи Копчагая закрыты, хотя не проблема организовать, чтобы между отдыхающими была достаточно большая дистанция. Коронавирус активен именно в выходные дни, когда ДВК объявил о проведении субботажа по всей стране. Столпотворение. Карантин до сих пор действует. Мое предположение, что властям либо нет дела до этого, либо полное наплевательское отношение. Очевидно, режим Назарбаева понимает, что такие акции могут объединить людей. Активисты! 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 Примеры троллинга, доносить их друг до друга, генерировать веселые идеи, быть активными, захватывать все социальные сети, молодежные платформы. Чем более необычно, тем веселее и тем больше людей мы сможем объединить. Прошу выдвинуть наше министерство здравоохранения на Нобелевскую премию, так как ни в одной точке мира от пандемии коронавируса еще нет вакцины, но наше министерство здравоохранения научилось управлять нашим вирусом, которым можно гулять только по выходным в субботу и воскресенье, а в остальные рабочие пять дней мы можем заниматься своими личными делами и ходить по городу. Если вы не хотите рисковать здоровьем, используйте возможности социальных сетей. Приглашаем на онлайн-субботаж в Facebook или Instagram. Из дома удобно создавать фон, рисовать плакаты, удобно наряжаться в разные образы, которые поднимут всем настроение в прямом эфире. Пусть субботаж наполнит интернет своими красками. К нам присоединяются новые города. Также в некоторых городах изменились места. Сегодня по всем этим адресам мы выходим гулять и развлекаться с 19 до 22 часов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До встречи!